Здравствуйте, Владимир. Какие впечатления у вас оставил бой Мурата Гассиева и Кшиштофа Владарчика? На этот раз я смотрел этот бой с удовольствием. Я имею в виду плохие впечатления от предыдущего боя Тортикова Кудряшова. Здесь была видна заведома мощь и чувства, которые я испытывал в пользу Мурата Гассиева. Это все происходит в Америке. Со времен Кости Зил у нас не было столь молодого чемпиона, который так сокрушительно выступал в неке профессионального бокса. Гассиев сделал свою работу на отлично и я думаю, что бой с Тортикосом станет украшением мирового бокса. После боя с Тортикосом и Кудряшовым вы назвали некоторых людей из команды Рябинского туристами. Гассиев приехали за неделю до боя и Васильев его менеджер, и Вайнштейн, президент промоутерской компании «Уралбокс Промоушен». Получается, что они здесь выступили образцово-показательно, как нужно своего боксера готовить. Евгений Вайнштейн вообще один из выдающихся, можно сказать, людей, который имеет отношение к современному российскому боксу, который совершенно правильно все под бизнес-принципом построил то, что касается построения команд. «Давно и очень результативно с Маратом работает Апель Санчес, тренер Геннадий Головкин, один из лучших тренеров мира. Команда вся подобрана и как хороший, слаженный, если хотите, симфонический оркестр испугнула музыку. То, что касалось Кудряшова, я выразил свое мнение, от него никогда не откажусь. Кстати, один из, не один, а двое из этих людей пробовали объясниться, но когда мы объяснялись, оба соглашались с тем, что я прав в свой танк. А вот про Абеля Санчес, он как раз после этого боя сказал, что планирует сделать из гащи его нового Геннадия Головкина. В этом плане вы видите какие-нибудь сходства? Получается. Вы даже посмотрите финальную комбинацию. Это сдвоенный удар, который есть в сценарии Геннадия Головкина. Он просто выскочил на автомате. Я имею в виду сильнейшей рукой. Поймите, пожалуйста, что это было, с учетом того, что Гассев левша или правша. Я думаю, что не ожидал даже Володарчик. Вы как развернули шанс Муратов в бою с Дортикосом. После боя Дортикос-Кудряшов мне было тревожно. Сейчас Мурат несколько успокоил, можно сказать. Я скажу вам, что очень многое будет решаться еще до боя. Дело в том, что и у того другого пояса, но эти два пояса, как круглое с холодным, не объединяются. В соответствии с правилами IBF, IBF санкционирует объединительный бой, если у другого боксера пояс WBA суперчемпиона. Да. Сейчас им предстоит выбрать бой, за который они будут драться. От этого будет зависеть судейство. Это достаточно существенный фактор с учетом всех прочих. Кроме того, этот бой на самом деле ждем с нетерпением, потому что проведение этого боя откроет дорогу двум другим российским боксерам, Руслану Файферу, который уже сейчас должен будет провести отборочный бой, так называемый «Иллюминатор» по версии IBF. И надеюсь, что Максиму Власову, который удастся включиться в случае, если пояс WBA станет вакантным, это решение сейчас будет приниматься на конгрессе WBA в Медельгин, куда я собираюсь отправиться. В конце этого месяца начали следующего? Да. Уже назначена встреча. Рассмотрение этого вопроса назначено на 30 октября. Те, кто читает «Советский спорт», держите кулаки. И давайте будем желать Максиму Власову получить этот бой.